Их предки были первыми позвоночными, заселившими сушу. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Но их мир стремительно меняется. В этом городе проживает 20 видов этих существ. Некогда тут были заболоченные места, а теперь это наши площадки. Поля для гольфа, гоночные треки, застройки. И все же они цепляются за эту землю. Популяции лягушек сокращаются во всем мире. Времени осталось мало. Герои дикой природы Фантастические лягушки Конец августа в Кейптауне на юго-западном краю Африки. Это дождливый зимний сезон. Тучи собираются над столовой горой и предвещают скорый ливень. Предвкушение дождя заставляет одного из жителей города отправиться в путь. Леопардовая жаба выбирается из своего дневного укрытия. И она не одна. Из кучи дров вылезает еще одна. Вся популяция этих жаб приходит в движение. У них начинается период размножения. Но у них всего две недели на спаривание. Поэтому все они направляются к ближайшему водоему. Но впереди опасный путь. Порой погибает каждая пятая особь. Люди продолжают уничтожать природную среду обитания жаб. Теперь болота располагаются вдали друг от друга. А на дорогах, которые их пересекают, полно автомобилей. При встрече автомобиля с лягушкой победа всегда за автомобилем. Ливни пробудили активность и другого жителя города. Большие дождевые лягушки начинают квакать. Этот вид лягушек проживает лишь в двух небольших областях на мысе Доброй Надежды. Дождевые лягушки живут под землей, чтобы избежать обезвоживания и выходят, чтобы охотиться и спариваться лишь в туманные влажные ночи. В отличие от леопардовых жаб, им для размножения не нужна стоячая вода, поскольку они не производят на свет плавающих головастиков. Они даже не умеют правильно плавать. По сравнению с другими видами дождевых лягушек, их нельзя назвать атлетичными. И самцы, и самки этого вида полноваты. У них короткие лапы, что создает некоторые проблемы. Многие самцы взбираются на спину самок в период так называемого амплексуса. И с такой позиции они могут оплодотворять икру снаружи. Но самки дождевой лягушки слишком толстые, а лапы самца слишком короткие. Но решение есть. Их кожа производит специальный клей, который позволяет самцу удержаться на спине самки. Она совсем не против столь близкого соседства. несмотря на ночную вылазку, ее аппетит не укращен. Сочный червяк как раз то, что нужно. Любовь как ничто другое разжигает аппетит. В такой позиции самец оплодотворяет икринки, которые самка откладывает на землю. Головастики развиваются в желеобразной субстанции и где-то через месяц появляются миниатюрные копии своих родителей. Лягушки принадлежат к земноводным, древней группе животных, произошедших от первых позвоночных, которые вышли на сушу свыше 400 миллионов лет назад. и по сей день большинство земноводных предпочитает жить как на суше, так и в воде. Хотя они способны жить на суше и дышать воздухом, большинство откладывают икру в стоячей воде, где из нее вылупляются головастики. Головастики некоторых видов напоминают рыб. первые из известных лягушек появились в эру динозавров в начале юрского периода около 200 миллионов лет назад. От этих прародителей образовалось более 6000 видов лягушек, заселивших все континенты, кроме Антарктиды. Лягушки бывают разных форм и расцветок. Самая крошечная из них умещается на ногте. А вот роющие лягушки могут достигать длины в 30 сантиметров и весить больше двух килограммов. Крупных бородавчатых лягушек называют жабами. Но такое деление ошибочно. Это то же самое, что делить птиц и орлов. Все жабы являются лягушками. Такое деление появилось в викторианскую эпоху. В Британии всего шесть исконных видов лягушек, и три из них входят в семейство жаб. Из-за этого возникла причина делить жаб и лягушек так, будто они относятся к разным видам. В том, что касается названий лягушек, люди были довольно предсказуемы. Лягушка-малютка имеет крошечный размер. Большие роющие лягушки огромны. Дождевые лягушки появляются во время дождя. Щелкающие лягушки Грея щелкают. А у лягушек-поросят странный пятачок, которым удобно копать. леопардовым жабам повезло с названием. Все благодаря красивой желто-коричневой расцветке. Но не только внешность имеет значение. Кожа лягушки сама по себе удивительна. Лягушки обладают развитыми легкими для дыхания на суше. Но они также сохранили способность дышать кожей под водой. У некоторых видов железы в коже вырабатывают ядовитый секрет, отпугивающий хищников. Такие лягушки часто имеют яркую окраску, предупреждающую об опасности. Порой окрас бывает слишком неожиданным. Например, в случае Мантеллы, которая встречается лишь на острове Мадагаскар. Другие виды держат яд втайне. В случае опасности леопардовая жаба выделяет из желез за глазами белый токсин. Он редко приводит к гибели хищника, но доставляет много неудобств. леопардовая 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 пригород Кейптауна. Самцы леопардовой жабы собираются у прудов. Они начинают издавать глубокие, низкие звуки. Казановы призывают своих красавиц. В большинстве случаев, призывая партнеров, лягушки издают зов. Этот звук рождается при вибрации голосовых связок и затем усиливается с помощью горловых мешков. Вот бы человеческие самки находили звук храпа привлекательным. самки леопардовой жабы, спешащие из городских парков, сейчас нацелены на дно. Они вылезают из травы, повинуясь инстинкту. самка возвращается в пруд, в котором она родилась. Из года в год ничего не меняется. хотя могут появиться новые препятствия. Но эта кошка уже знает, что кусать лягушек не лучшая идея. Она продолжает свой путь. Она пережила встречу с кошкой, но совершила фатальную ошибку. бассейн – это огромная ловушка, из которой нет выхода. Падение в бассейн – это смертный приговор. Не имея выхода, лягушка вскоре устанет и утонет. К счастью, сегодня ей помогли вновь вернуться на курс. Она пересекает подъездную дорожку и движется к воротам. Первый отрезок пути пройден. Но это лишь начало. В большинстве своем лягушке селится возле водоемов во влажных условиях тропиков. Но их можно встретить почти в любом регионе. Удивительно, но лягушку можно заметить и на пустынном побережье Юар. В засушливых регионах западного побережья один из видов приспособился к непростым условиям пустыни. Близится ночь. Толстохвостые гекконы встречают закат криками. Подобные рептилии прекрасно себя здесь чувствуют. А вот удивительно стойкий пустынный узкород. Как и его родичи с юга, он не очень спортивный. Как и дождевые лягушки, он способен жить и размножаться вне стоячей воды. Ночь охоты прошла. Наступает рассвет. Он находит подходящее местечко и зарывается в песок. Там он проведет весь день в холоде и влаге подальше от палящего пустынного солнца. В двух тысячах километров к востоку и в трех километрах над уровнем моря на вершине драконовых гор условия жизни совсем иные. Реки тут бегут по крутым склонам. зимой температура падает ниже нуля. Вода покрывается льдом. Но даже здесь живут лягушки. Это единственное место на планете, где, несмотря на холод, водятся речные лягушки малути. когда температура падает и поверхность ручья покрывается льдом, лягушки живут в более теплой воде подо льдом. Здесь солнце также может вызвать проблемы. На больших высотах сильно ультрафиолетовое излучение. Чтобы от него уберечься, эти лягушки носят солнечные очки. Так называемые зонтики частично покрывают их глаза, защищая сетчатку. Сетчатку сетчатку размножается и горная жаба Роуз. В небольших горных озерах полно икры и головастиков. В отличие от леопардовой жабы, эти жабы не издают звуков. Это единственный вид вьюар, который молча занимается делом. У подножия горы сотни плоских изящных лягушек сливаются в объятиях. В отличие от горных собратьев, они голосят во все горло. Сейчас ранний вечер, и самки еще не начали метать икру. Но через несколько часов озеро будет переполнено икрой. Лягушачья икра подходящая еда для рыбы и даже насекомых. Поэтому ущельевые лягушки из провинции Квазулу-Натал на востоке страны разработали хитрую стратегию, чтобы снизить угрозу. Они мечут не воду, а откладывают икру в липкой субстанции на листья или ветви над водой. Еще неделю происходит развитие. От вновь отложенных икринок и желеобразных эмбрионов с внешними жабрами до оформившихся головастиков. Через шесть дней они вылупятся и упадут в воду. Но с икринками этой особи случилась беда. Ветка упала в поток, и хищники тут как тут. Водяные скорпионы названы так за отдаленное сходство с сухопутными тезками. Но они насекомые, а не паукообразные. водно-скорпион прокалывает икринку иглообразным ротовым аппаратом и выпивает ее содержимое. размножаются. Размножаются не только лягушки. Колония ткачиковых птиц также готовится к новому сезону. самцы хвалятся перед самками своими сотканными творениями, надеясь заслужить их расположение. Голосистые птицы, как и лягушки снизу. Большинство лягушек предпочитают воспевать возлюбленных в темноте, но эти хриплые жабы более отважны. Они размножаются и днем, и ночью. Спрятавшись в камышах в пригороде Кейптауна, самец зазывает самку. И он не один такой. Все мелководье пестрит парочками. Самка мечет икру, а самец оплодотворяет ее в воде. Это настоящая оргия. Но не все находят себе пару. этот одинокий самец в расстройстве наблюдает за теми, кому повезло больше. Может, завтра ему повезет больше, или ему придется ждать еще год. самки хриплой жабы откладывают длинные желеобразные ряды, состоящие примерно из 10 тысяч икринок. У других видов число икринок доходит до 25 тысяч. За следующую неделю под поверхностью воды произойдут удивительные перемены. лягушки на всем протяжении истории лягушки играли важную роль в людских легендах. В древнем Египте их связывали с плодовитостью и воскрешением, поэтому их заворачивали в бинты, предназначенные для мумий. Средневековые европейские врачи использовали лягушек для лечения многих недугов от носового кровотечения до диареи. В европейских сказках уродливая жаба превращается в прекрасного принца после поцелуя доброй девы. Возможно, эти легенды восходят корнями к необычайной трансформации, которую проходят лягушки, превращаясь из икринки во взрослую особь. лягушки, откладывающие икру в воде, прячут икринки среди растений, у края пруда или ручья, ограждая их таким образом от посягательств рыбы. Вылупившиеся головастики ничем не напоминают родителей. В этом водоеме полно головастиков гладкой шпорцевой лягушки. Больше всего они похожи на рыбу. Они дышат через жабры и являются травоядными с длинным кишечником. Этот вид добывает пищу из воды. Подрастая, они заметно меняются. Их кишечник укорачивается, так как вскоре из растения ядных существ они превратятся в плотоядных. Небольшие ротики превращаются в более широкие костистые рты. Жабры заменяются легкими. Постепенно отрастают лапки. Хвост уменьшается. Глаза становятся большими и выпуклыми. Все для того, чтобы взрослая особь могла жить как на суше, так и в воде. Большинство лягушек плотоядные. Эта особь шпорцевой лягушки охотится на мелководье. Она предпочитает разнообразную пищу. От рыбы до других лягушек и даже планктона. И большую часть времени проводит в воде. Развитые задние перепончатые лапы помогают ей плавать. Она видит планктон, но при выборе крошечных ракообразных больше полагается на обоняние. ливни принесли неожиданный дар. В пруд свалился земляной червь, которого смыло из норы. Крупная добыча. червей не так просто проглотить без подготовки. Но она справляется и возвращается в укрытие переваривать пищу. Лягушки ненасытные хищники, но чаще они сами становятся жертвой. На охоту вышел американский коричневый уш. Он ищет легкую добычу. И лягушки входят в его рацион. Но их еще нужно поймать. Благодаря мощным задним лапам земноводные уходят уходят опасности. Но змея так просто не сдается. Удача. коричневому ужу этой пищи хватит на несколько дней. ламины, которые находятся от приходят на землю. Американский уж-циклоп также ищет, чем поживиться. Он знает, что лягушки активны в дождь. Он настоящий эксперт по лягушкам. Но ливни пробудили спящего гиганта. Роющая лягушка выбирается из подземной норы. Она провела сухой сезон в спячке под землей. И после пяти месяцев сна она очень голодна. Поэтому первым делом она отправляется на поиски пищи. Такие гиганты едят все, включая насекомых, лягушек, мышей и даже змей. Охотник быстро превращается в жертву. Голод утолен. И роющая лягушка может заняться другими насущными делами. Она знает, что в дождь свои норы покинут и многие самки. И снова город. Самка леопардовой жабы все еще в пути. Ее влечет зов ухажеров. Но пересекать дороги – опасное занятие. Многие лягушки гибнут. Несмотря на риск, у самок нет выбора. Им нужно продолжать путь, если они хотят размножаться. Она справилась. Число леопардовых жаб в Кейптауне угрожающе снизилось, и люди взялись за решение этой проблемы. Знаки предупреждают водителей о лягушках на трассе. Группа волонтеров, называющая себя поклонниками лягушек, патрулирует улицы. Они устанавливают на загруженных трассах заборы, заманивая лягушек в ловушки, чтобы потом выпустить в безопасном месте. Кейптаун Это смешение городской и природный сред. Национальный парк Столовой горы является зеленым сердцем одного из прекраснейших городов мира. Он богат флорой и фауной, включая одну из самых редких лягушек в Африке – призрачную лягушку Столовой горы. Этот вид, находящийся на грани вымирания, обитает в шести лощинах на восточных склонах горы. Эти лягушки приспособились к выживанию в быстротечных горных водах. Ротовой аппарат, напоминающий присоску, помогает им удержаться на камне под струями воды. Они живут только здесь, на склонах Столовой горы. Поэтому они особенно страдают при сокращении природной среды обитания. Но даже тут, в охраняемом заповеднике, популяции призрачных лягушек угрожают старые резервуары, построенные, чтобы снабжать город водой. Из-за этого уменьшается поток в реке, а это губительно для лягушек. Недавнее резкое снижение популяции лягушек не прошло незамеченным. Ученые теперь следят за самыми уязвимыми видами недалеко от Кейптауна и принимают активные меры по защите видов на грани вымирания. Такие болота, как это, расположенное в центре ипподрома Кенилворс, тщательно охраняются. Это последнее городское убежище охраняемого вида крошечных лягушек-малюток. Остальные болотистые участки были осушены. Так как в Кенилворсе проходят лошадиные скачки, территорию внутреннего поля не засадили деревьями. Это и спасло болото, а вместе с ним и лягушек-малюток. Если бы не ипподром, этот вид здесь бы уже вымер. Призрачные лягушки, лягушки-малютки и леопардовые жабы находятся под угрозой вымирания, а другой вид распространился по всему миру. Гладкая шпортсовая лягушка. В 30-е годы ученые обнаружили, что этих лягушек можно использовать при тесте на беременность. В моче беременной женщины высокий уровень некоторых гормонов. И если ввести мочу самки шпортсовой лягушки, та начнет метать икру. Явный показатель того, что женщина беременна. Когда это обнаружили, гладких шпортсовых лягушек стали выращивать и распространять по всему миру. Они также стали популярными домашними питомцами. Они способны выжить в разнообразных условиях. Так сбежавшие или выпущенные лягушки основали новые колонии в Южной Америке, Северной Америке и Европе. А на родине эти лягушки заселили новые области. Правда, одно место им не по душе. Это Кейп. Здесь более темные, кислые воды. Это не подходит гладким шпортсовым лягушкам, зато подходит капским шпортсовым лягушкам. К сожалению, качество воды в прудах изменилось из-за развития городов. И гладкие шпортсовые лягушки распространились шире, заменяя и скрещиваясь скапскими. Этот вид сейчас на грани вымирания. Осталось мало мест с чистой популяцией. Ученые регулярно следят за лягушками. Сканируя вживленные микрочипы, исследователи получают сведения о жизнестойкости, передвижениях и смертности лягушек. Это также позволяет им вычислить гладких шпортсовых лягушек и их помеси. Они надеются, что это поможет сохранить вид капских лягушек. По всему миру оставшиеся популяции лягушек держатся за жизнь несмотря ни на что. Включая некоторых ярких представителей мира природы. И не важно, что на них, плащ в стиле либерачи или зелено-коричневые одеяния, все они под угрозой. Их судьба часто оказывается в руках людей. Добровольцы борются за их жизнь, несмотря на холод и влагу. Возвращение вода. Девушки отдыхают Она прыгает в воду наряду с остальными и плывет в поисках поющих партнеров Опасность позади В последующие дни они найдут партнеров и отложат в воду тысячи икринок Это гарантия того, что вскоре появится новое поколение леопардовых жаб Которые еще много лет влажными августовскими ночами будут оглашать окрестности своим пением КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ